сегодня будем делать блок это suzuki wagon r значит вот такой блок у нас hitachi стоит и вот такой иммобилайзер слетает часто синхронизация у этих блоков между иммобилайзером и блоком управления двигателем сейчас мы будем восстанавливать эту синхронизацию выпаивать микросхемы программировать ну и собственно говоря восстанавливать код сначала вскрываем блок управления двигателем так он вот так вытаскивается вот видите на вот этих защелочках его просто вперед нажимаете все и он вытащился вот наш блок вот он теперь отгибаем две вот эти защелочки все и блок у нас открывается значит нас интересует вот эта микросхема это оки 951 к ней мы и будем работать и выпаиваем оки блока управления двигателем так теперь мы нашу оки она широкая кладем постельку достаем старый добрый автопрок с микросхемами оки он работал очень хорошо включаем его теперь мы нашу оки 951 вставляем в автопрок защелкиваем и так выбираем нашу оки оки у нас 951 вот 128 килобайт убираем пишем окей и читаем ее все в итоге прочитано теперь разбираем иммобилайзер вот и вытаскивается иммобилайзер вот так чуть приподнимаем и вытаскиваем в эту сторону значит здесь нас не интересует микросхема вот это 24 c01 ксикор также я будем выпаивать переносить синхронизацию из нее в оки и запаивать обратно теперь мы вставляем микросхему из иммобилайзера x2401 ксикор значит вставляем сюда наш автопрок вот у нас с этой стороны с левой кор и выбираем микросхему 24 c01 так ли ставим вот она у нас x24 c01 128 килобайт итак наши дампы прочитаны давайте теперь посмотрим что у нас синхронизацией в этом дампе в дампе блока управления обычно слетает там значит смотрим здесь значение 6 а в д а 5 c в 24 и так далее вот они байты синхронизации то есть это начальный байт и конечный байт они неизменны а вот этот байт и синхронизации и здесь 12 открываем данные мобилайзера и находим здесь синхронизацию синхронизационные байты у нас находятся вот здесь вот в этой строке и вот в этой строке то есть также 12 байт вот они эти 12 байт синхронизации то есть вот они эти байты нам нужно внести в микросхему оки 951 которая находится в б.у. но есть одна тонкость байты синхронизации в оки вносятся в свапе то есть если здесь 4e f2 то там получится f2 4e 0107 24e6 46 0d a5 02 и 83 5a именно так мы и будем записывать в микросхему оки и давайте теперь откроем микросхему оки и и подставим туда вот эти значения чтобы выполнить синхронизацию значит первые и последние байты мы оставляем правим только вот эти значит первое значение у нас f2 4e дальше у нас идет 0107 не забываем что сюда вносится в свапе байты то есть перевернутом виде 24e 6 вот здесь вот эти байты остались неизменны остальные все уехали синхронизация значит дальше 46 0d дальше опять остался только не 82 а 02 будет здесь и 83 до 83 остается а здесь подставляем 5 то есть вот именно вот эти значения мы занесли в наш дам и теперь мы запаиваем нашу микросхему назад значит вот у нас . стоит это первая ножка так и теперь запаиваем оки оки ставится вот так вот здесь вот у нас выемка значит первая ножка у нас слева сверху так все мы выполнили всю работу и теперь собираем в обратном порядке вот таким раз итак вот собранный мобилайзер то есть загнуты лепестки давайте теперь соберем блок все готово отдаем счастливому хозяину работа выполнена а ну и и и и и и Продолжение следует...